Добрый вечер, смотрите наши новости. В студии работает Тарас Брезицкий. Начинаем новую рабочую неделю вместе и прямо сейчас поговорим о ключевых событиях понедельника. Смотрите в выпуске. Еще не окончено, уже признан успешным. Глава республики доложил о ходе курортного сезона в Крыму Дмитрию Медведеву. Немало сделали для того, чтобы наладить нормальную жизнь на полуострове. Пилить или не пилить, симферопольцы в соцсетях возмутились возможной массовой вырубкой деревьев. Администрации опровергают. Наталья Федоровна лично выразила свою позицию о том, что деревья не должны пострадать в ходе реконструкции улицы. 3 миллиона 300 тысяч туристов с начала сезона отдохнули в Крыму. Это на 10% больше, чем в прошлом году. А значит, лето может считаться удачным для крымского бюджета. Такие цифры озвучил глава республики Сергей Аксенов на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Беседа прошла в Севастополе. Говорили также о реализации национальных проектов в области здравоохранения, медицины и культуры. Подробности у Анны Беляевой. Благодаря увеличению туристического потока в бюджет республики поступило более миллиарда рублей в виде налогов. Об этом на двусторонней встрече сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, председателю правительства Дмитрию Медведеву. Есть в республике и чем похвастаться. С начала года на полуострове отдохнуло более 3 миллионов туристов, что на 11% превышает показатели прошлого года. За 5 лет, которые мы с вами прошли, мы действительно занимались интеграцией Крыма в политическое, экономическое, правовое поле России. Немало сделали для того, чтобы наладить нормальную жизнь на полуострове. Основная тема встречи председателя правительства Дмитрия Медведева и Сергея Аксенова касалась реализации национальных проектов в Крыму в сфере здравоохранения, медицины и культуры. По мнению Дмитрия Медведева, их реализация идет слишком медленно, колеблется от 20 до 30% и по Севастополю, и по республике. В целом в республике Крым и Севастополе реализуются около 100 региональных проектов. В 2019 году на них предусмотрено 13 миллиардов рублей почти в Крыму и около 4 миллиардов в Севастополе. Федеральный бюджет здесь, соответственно, представляет большую часть денег. Сегодня, с учетом особой важности и значимости, мы посмотрим, как идет на Крымском полуострове исполнение трех национальных проектов, которые в наибольшей степени актуальны для граждан, для жителей. Также премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за строительство новой инфекционной больницы в медицинском кластере Севастополя. Эту идею он назвал перспективной. Анна Беляева, Служба новостей и ТВ. Тысячи жителей и гостей города Героя собрались в воскресенье на центральной набережной Севастополя, чтобы увидеть парад и военно-спортивный праздник Черноморского флота. Корабли показали, как выслеживают и уничтожают подлодки. Вертолеты демонстрировали взлет и посадку на палубу фрегата. А завершился праздник групповым парашютным прыжком. Парад и праздник продлились около трех часов. Зрители смогли увидеть вальс буксиров и фонтаны на воде, в исполнении судов, вспомогательных служб, элементы боевой подготовки кораблей и авиации, показательное выступление морской пехоты. Значительная часть праздника была посвящена авиации. Вертолеты Черноморского флота участвовали в поиске вражеских подлодок, спасении терпящих бедствия экипажей, перевозке грузов и десанта. Летчики, истребители и транспортных самолетов провели демонстрационные полеты. Всего в параде приняли участие более 30 кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Резидент России Владимир Путин подписал закон о правовом регулировании отношений в сфере предпринимательства, который обеспечит занятость социально уязвимых категорий граждан. Новый законопроект предоставит незащищенным лицам работу, а предприятиям государственную поддержку. Законопроект выделяет социальное предпринимательство в отдельную категорию. К таким предприятиям закон относит те субъекты малого и среднего бизнеса, которые дают работу инвалидам, многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей и пенсионерам. Количество таких работников на предприятии теперь должно составлять не менее половины штата, а доля в фонде оплаты труда не менее 25%. В свою очередь, социальное предприятие сможет получить финансовую поддержку со стороны государства. Полиция задержала главу администрации Ленинского района за взятку в размере 189 тысяч рублей. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уже выражал недоверие чиновнице после антикоррупционной проверки. Оперативники смогли задокументировать сам факт дачи взятки женщине. Ее передали через посредника от директора одного из юридических лиц. По предварительной информации, деньги нужны были для оказания покровительства предприятию для проведения ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 12 лет. В социальных сетях активно распространяется информация, согласно которой во время ремонта центральных улиц Симферополя будет вырублено 280 деревьев. Соответствуют ли эти данные о действительности, наша съемочная группа узнавала в администрации Крымской столицы. Подробности в сюжете Марии Моссур. До 1 сентября в Симферополе будет отремонтировано 18 улиц, среди них Александра Невского и Карла Маркса. Именно ремонт этих двух улиц в последнее время продолжают бурно обсуждать в социальных сетях жители Крымской столицы. Как по данным пользователей Всемирной паутины, во время дорожных работ на Александра Невского будет срублено 150 деревьев, а в целом город лишится более 200 зеленых насаждений. В администрации Симферополя уверяют, эта информация не соответствует действительности. По всем деревьям мы проведем комиссионный выход, посмотрим, отснимем по каждому дереву, составим паспорт, сделаем, опишем его состояние, и все это будет на сайте информации размещено. Мы планируем сносить не более 25 деревьев, которые подпадут под вот те признаки, которые будут указывать на то, что они либо больные, либо сухие, либо вот у них такая проблематика с их корневой системой. Остальное все останется в прежних объемах. Обсуждения в социальных сетях начали появляться после публикации проекта ремонта двух улиц Карла Маркса и Александра Невского. Однако в администрации Симферополя объясняют, проектно-сметная документация составлялась намного раньше, чем глава города Наталья Маленко вступила в должность. В результате изучения проекта увидели, что да, достаточное количество деревьев планируется к сносу. Но это неправильно, Наталья Федоровна лично выразила свою позицию о том, что деревья не должны пострадать в ходе реконструкции улицы. Поэтому ей было принято решение в тех моментах, где есть снос зеленых насаждений, внести изменения в проект и сделать так, чтобы из 236 деревьев, которые сейчас находятся на улице Александра Невского, не пострадало ни одно живое, хорошее, нормальное дерево. Оценочные работы по состоянию деревьев планируется завершить до конца августа, после чего будут внесены изменения в контракт по ремонту дорог. Взамен одного вырубленного дерева власти города планируют посадить два. Мария Моссур, Александр Рыбин, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. За прошедшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым дважды оказывали помощь людям, пострадавшим в море. Как сообщает пресс-служба ведомства, в первом случае отдыхающий мужчина пошел купаться и через несколько минут пропал из зоны видимости. В результате пострадавший был найден на расстоянии 400 метров от берега. Его доставили в безопасное место. В медицинской помощи купальщик не нуждался. Немного позже спасатели на пляже в Феодосии оказали помощь 4-летнему ребенку. Эту ситуацию от трагедии отделяли считанные секунды. В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на воде. В частности, купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. Кроме того, не стоит купаться во время ухудшения погоды. Мы продолжаем выпуск. Не пропустите во второй части. Чудо песочной анимации в аэропорту Симферополь. Художники воспроизвели копии работ Айвазовского ко дню рождения крымского мариниста. Он очень быстро работал. И за все время творчества у него 6 тысяч картин. Тяжелая утрата для крымской науки. Крымчане в музее Тавриды простились с историком Вячеславом Зарубиным. Знаете, я скажу так. Это была энциклопедия крымской истории в единственном экземпляре. Пожар в здании МЧС Крыма. Это всего лишь легенда, которая необходима для тренировки эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в административном помещении. По легенде учений в кабинете канцелярии на третьем этаже из-за короткого замыкания произошло возгорание, которое начало распространяться по всему помещению. После поступления сообщения в Центр управления о кризисных ситуациях о возникновении условного пожара прозвучал сигнал тревоги и началась эвакуация. В считанные минуты сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму организованно покинули здания по эвакуационным выходам. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации задействовали 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Центробанк ужесточил требования в отношении микрозаймов. В России сокращается количество микрофинансовых организаций. За первый квартал этого года в стране численность кредитных организаций снизилась на треть. Центральный банк России снизил максимально допустимую ставку и обязал микрофинансовые организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. Новые требования Центробанка, ограничивающие максимальную ставку по микрозаймам до процента, вынудили кредитные организации оптимизировать расходы. За первый квартал этого года количество офисов МФО снизилось на треть – с 7 до 5 тысяч отделений. Поэтому владельцы микрофинансовых организаций были вынуждены выйти на новый уровень коммуникации с клиентами через интернет. Сейчас примерно 60% займов до зарплаты выдается онлайн. Посоревноваться между собой в стрельбе из карабина в минувшие выходные в Перевальное собрались крымчане и любители этого вида спорта из других уголков страны. Всего 53 участника, которым предстояло проявить свои способности в нескольких испытаниях. Кто оказался лучшим, знает наша съемочная группа, которая тоже побывала на соревнованиях. Практическая стрельба – официальный вид спорта, который стремительно развивается в России и во всем мире. Международная конфедерация практической стрельбы была создана в 1976 году. Ее девиз – точность, мощность, скорость. Возрастные ограничения весьма относительны. Огнестрельными дисциплинами можно заниматься с 16 лет. Верхней возрастной границы не существует. Побороться за кубок Республики Крым по практической стрельбе из карабина в минувшие выходные в Перевальное приехали не только крымчане, но и жители других регионов страны. В том числе стрелки из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Ямала-Ненецкого автономного округа. Оружие, можно сказать, разное. Калибр 5,45-223 – это гражданское оружие. Каждое упражнение уникальное по себе. Они разные, они не повторяются. Упражнения в практической стрельбе в принципе не повторяются. Все разные углы безопасности, разные дистанции, разные мишени бумажные, железные и так далее. Всего четыре сооружения, в которых по два упражнения. Общее количество выстрелов на каждого участника – 124. Задача стрелка – поразить как картонные мишени, так и металлические, которые для зачета должны упасть. Специальными сетками имитируются стены помещения и окна. Зона стрелка ограничена так называемыми штрафными линиями. Для победы нужна не только точность, но и скорость. Судьи в первую очередь обращают внимание на соблюдение мер безопасности. Основными вопросами нарушения правил безопасности является наведение ствола в сторону противоположной от мишени, наличие пальца на спусковом крючке при перемещении, случайные выстрелы. Глеб Сватиков уже второй раз участвует в соревнованиях. Приехал специально в Крым из Ростова. В прошлых состязаниях занял первое место и в командном, и в личном зачете. Отмечает самое главное – сосредоточенность на своих действиях. Условия для стрельбы в Крыму нравятся. Крым – такое место, являющееся довольно хорошо по температурным, климатическим условиям. То есть длительный период времени можно проводить соревнования в теплом формате. В соревнованиях два класса – открытый и стандартный. В первом, в отличие от второго, разрешена доработка оружия. А также три категории – суперсеньоры-участники, которым более 50 лет, леди и командное первенство. В итоге из 53 участников 12 станут победителями. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ «Симферопольский район». 202 года исполняется сегодня со дня рождения художника Ивана Айвазовского. В этой дате в аэропорту «Симферополь» приурочили выставку репродукции картин мариниста, его учеников и последователей. Несколько полотен мастер песочного рисунка Юлия Розен воссоздала при помощи песка под стихи крымского поэта и звуки скрипки. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Великий крымский художник Иван Айвазовский родился и вырос в Феодосии. С самого детства его завораживали морские пейзажи. Свои первые произведения молодой гений выполнял на мокром песке. Сегодня для жителей и гостей Крыма репродукция картин великого мариниста из коллекции Симферопольского художественного музея представлена в аэропорту Симферополь. Всего на выставке покажут 8 работ. Среди них картины самого Айвазовского, его последователей Михаила Алисова, Эммануила Магдесиана и Арсения Мещерского. Что характерно для Айвазовского как художника, что на свою работу он мог потратить порядка пяти дней. То есть он очень быстро работал и за все время творчества у него 6000 картин, 60 лет успешного яркого творчества. При жизни у него было 120 выставок, но практически две выставки в год, если разделить на это время. Одна из репродукций картины Айвазовского «Судакский вид», предположительно написанная в 80-е годы 19-го столетия. Судаком-мариниста связывает очень многое. В этом городе на своей даче он принимал гостей и писал «Крымские виноградники». Работа Айвазовского выбрана именно на эту выставку, они несколько более спокойны по характеру. И в то же время лунная ночь на Днеаполитанском с заливом, с прекрасным видом на полную луну и везувий с клубящимися облаками, они уже дают нам правильное настроение, показывают нам романтическое направление в творчестве художника. Несколько пейзажей Айвазовского и его последователи оживили с помощью песочной анимации. Основная сложность, которая стоит перед мастером – максимально точно передать сюжет картин, написанных маслом, с помощью песка. Не случайно выставка проходит именно в Сеферопольском аэропорту. Совсем недавно воздушным воротам Крыма было присвоено имя великого художника Ивана Айвазовского. Представленная репродукция картин даст возможность гостям полуострова уже с первых минут пребывания в Крыму погрузиться в атмосферу завораживающих морских пейзажей. Это великий художник, великий маринист, который писал море. И наш терминал, выполненный в виде крымской волны, так называемой, как нельзя, наверное, кстати, перекликается с творчеством и с работами Айвазовского. Поэтому, конечно, мы очень признательны людям, которые голосовали за это имя, поскольку оно наиболее удачно, на наш взгляд, отражает ту философию, которая была заложена в архитектурную концепцию терминала. Жители и гости Крыма смогут ознакомиться с выставкой до 20 августа. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Колоссальная утрата для крымской науки. На 57-м году жизни скончался заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма историк Вячеслав Зарубин. В Симферополе прошла траурная панихида, на которой присутствовали коллеги, близкие и сослуживцы одного из самых авторитетных крымских ученых современности. Простились с историком и наши журналисты. Нескончаемая вереница людей тянется к Центральному музею Тавриды. Коллеги, ученики и сослуживцы идут проститься и отдать дань памяти соратнику. Вячеслав Зарубин родился в Бахчисаре, в 63-м году в семье военнослужащего. В 85-м с отличием закончил исторический факультет Симферопольского государственного университета имени Фрунзе. В 2003-м Одесский региональный институт государственного управления. Коллеги вспоминают Зарубина как человека, который никогда не отказывал в помощи и на все вопросы знал ответы. Вячеслав Георгиевич учился на два курса старше меня в университете. Мы пришли, юные историки. Они уже были маститами, студентами, историками. И, конечно, любовь к Крыму – это самая отличительная черта Вячеслава Георгиевича. Он был, знаете, я скажу так, это была энциклопедия крымской истории в единственном экземпляре. Стойко переносил жизненные невзгоды. В 2005-м году по ложному обвинению попал в СИЗО. Однако никто из коллег не усомнился в порядочности историка. Зарубин был одним из инициаторов о создании крымской автономии в 1991-м году. И создание Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, которым трудился с момента его учреждения. С 2012 года занимал пост зампредседателя комитета. Его называли историком, частью истории. Это был человек с большой буквы, который, в общем, мало, наверное, таких в Крыму, которые сделали столько для нашего, так сказать, культурного наследия Крыма. И вообще, в плане исторической справедливости и так далее. Банально, но уходит эпоха. Вячеслав Зарубин был лауреатом нескольких премий за научные работы. Членом Союза русских, украинских, белорусских писателей АРК. Заслуженным работником культуры Крыма. Автором и соавтором нескольких десятков научных публикаций. Тело Зарубина будет предано земле на старом городском кладбище. Яна Витринюк, Артур Добряков, служба новостей и ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Тарас Брезинский. Желаю вам приятного вечера и всего самого хорошего. До свидания.